Вулкан Вулкан Уподавляется кому-то или похож на что-то? Юбаги Просит прощения, как будет? Ястарферу Время и эпоха Отдагру Стучит или прокладывает дорогу? Ятруку Садится? Япороду Или? Яджису Далее, ревет или рычит? Янгаку Приписывает, соединяет, прибавляет? Юбэйфу Далее, жалеет кого-то? Яшфаку Неизвестный? Аль-Маджгулу Бережливый, экономичный или срединный? Аль-Муктасыду Аль-Муктасыду Раздает милостыню, как будет? Ятасаддаку Сочиняет что-то? Или притягивает кого-то, относится к кому-то прекрасно? Ятасаддаку Рынок, базар? Ассуку Молчит? Замолкает? Яскуту Покрытый тучами, облачный? Аль-Гаим Ничтожный или слабый? Ба-Илюн Или еще как можно сказать слабый? Ба-Ифун Му-Атталь это? Сломанный, поломанный Далее, срок или временный промежуток? Аль-Муддату Аль-Муддату Упорствующий человек? Аль-Му-Аниду Утерянный, потерянный? Аль-Мавкуду Аль-Мавкуду Освещающий? Аль-Муниру 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 Естественность, очевидность? Аль-Бадахату Аль-Бадахату Говорят бадихи Это вещь бадихи Дальше взвешивает, как будет? Зина Язину Подпирает или поддерживает? Юсниду Наливает? Яскубу Поклоняется? Яабуду Яабуду Откидывает? Ятрахунам Кофе, просто кофе Как будет? Аль-Кахвату Переворачивает? Юкаллибу Конкретный, определенный, как будет? Аль-Му-Айяну Аль-Му-Айяну Радостный, веселый? Асур Аль-Масруру Словоучивый, радостный Напротив, противоположный? Аль-Мутакабилю Ложка Как будет ложка? Аль-Мил-Акату Перемешивается? Смешивается? Ян-Тазиджу Ян-Тазиджу Крик, вопль или плач? Ас-Сураху Ас-Сураху Яс-Сураху Яс-Сураху Длина как будет? Атулю Указывает? Юширу Юширу Лодка, плод? Ас-Сураху Ас-Сураху Ругает, прикрикывает, прогоняет? Ас-Сураху Яс-Сураху Связь родственная, как будет? Или любая другая связь? Ас-Сы-Латунам От этого слова Али-Тесаль Звонок Дальше, число, количество? Аль-Ададу Банка или пачка? Аль-Уль-Бату Одолевает, побеждает? Аль-Уль-Бату Яг-Либу Дальше, слава, почет? Аль-Маджду Связанный, приписанный к чему-то? Аль-Маусулю Дальше, можно, возможно? Аль-Маусулю Юмкину Зов, призыв? Аль-Нидау Выбирает, избирает? Аль-Тахибу Пищеварение, как будет? Аль-Хабму Иногда? Ахьянан Сайт или местоположение или место? Аль-Мау-Кау 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 Различие или разница? Аль-Фарку Аль-Фарку Теперь, давайте, запишем новые слова Первое сегодняшнее слово Яг-Думу Яг-Думу Разрушает, сносит До этого брали слово Яг-Думу С твердых Ха То есть, прислуживает, служит А здесь Яг-Думу Со слабой Га Яг-Думу Сносит или разрушает Следующее слово Яг-Думу Слово гуджум Нападение Яг-Думу, нападает, атакует Нападает, атакует Поэтому матчание Öyleе слово Аль-Амалю Надежда Амаль, надежда. Далее, изау, допустим, два человека стоят в ряду. Иза, да, можно сказать, как параллельно. Иза, параллельно, рядом, на одной линии. Иза, параллельно, на одной линии. Далее, следующее слово, альбухлю. Альбухль, то есть, скупость, жадность. От этого, альбахиль, бахиль, то есть, скупость, жадный. Далее, я таджауазу. Я таджауазу переходит границу. Переходит что-то, я таджауазу. И у этого же слова есть другое значение, таджауазу, то есть, прощает. И отаджауазу прощает. Следующее слово, альхаяу. Альхаяу, стыдливость. Альхая, стыдливость. Далее, аррагбату. Аррагба, это стремление. Аррагба, стремление. Следующее слово ястагину. Ястагину относится с презрением, с неуважением, считает кого-то ничтожным. Далее, следующее слово ясфаху. Ясфаху тоже прощает. Далее, аззарфу. Вот слово аззарф трудно для перевода. То есть у него, во-первых, много значений. Одно из значений аззарф, то есть конверт. Но здесь в нашем учебнике слово аззарф приходит как что-то, что вмещает в себя что-то. То есть как какой-то сосуд, который вмещает в себя что-то. Поэтому говорят зарфуль макани, указание на место. И говорят зарфуз замани, указание на время. Зарф это то, что указывает на что-то, как на место или на время. Аззарф. А вообще в основе это конверт. Поэтому, например, слово «амси» говорят «зарфу заман». «Вчера» говорят «указание на время». То есть, как бы конверт, который указывает на определенное время. Аз-зарфу. Далее, следующее слово «ашия-тун». Ашия – вечер или ночь. Вечер или ночь. Ашия. Вот Ашия является чем зарфом? Зарфу замани. Временной зарф. Далее. Юфриду. Юфриду делает что-то обязательное на кого-то. Юфриду заставляет кого-то что-то сделать. Допустим, что? Юфриду такое слово применяет, как, например, заставляет платить налоги. Юфриду обязывает платить налоги. Значит, Юфриду обязывает или заставляет. Далее. Следующее слово «ал-куту». «Ал-кут» – это минимальная пища. «Ал-кут» – минимальная провизия человека. Пища или провизия. То, чем он питается минимально в день. Следующее слово «ля-джаа» – находит прибежище, примыкает к кому-то. «Ля-джаа» – находит прибежище, примыкает к кому-то. Далее, следующее слово. Аль-Мавадда-ту. Аль-Мавадда это любовь. Как Аль-Хуббу. Аль-Мавадда один из видов любви. И в арабском языке множество слов, которые указывают на различные виды любви. Аль-Мавадда один из этих видов. Поэтому про Всевышнего говорят Аль-Вадуд. Аль-Вадуд любящий или любимый. Далее, Ягумму. Ягумму волнует. То есть это дело Ягумму волнует его. Поэтому говорят Мухим. Это дело важное. Ягумму. Это дело его волнует. Волнует не в смысле волнует море или волнует воду. Именно в смысловом значении. Ягумму это дело его волнует. Эти слова необходимо выучить в следующем уроке. Что касается нашего урока, то тема нашего урока называется Аббамир Аль-Мустатир. Аббамир Аль-Мустатир. То есть скрытое местоимение. Аль-Анфиля говорит. Примеры. Аль-Джамалю барака. Верблюд встал на колени нам. Далее. Аль-Хамамату харрадат. Самка голубя что сделала? Щебетала или пела. Дальше. Уриду ан тачтагида. Я хочу от тебя, чтобы ты, тачтагида, прилагал усилия. Далее. Инна на нухиббу на джаха как. Мы любим твоего успеха. Мы хотим, чтобы ты достиг успеха. Далее. Аль-Кальбу янбаху. Собака лает. Аль-Бинту тухсину табха. Дочка хорошо готовит. Аззим Аль-Кабира. Возвеличь. Аль-Кабира. Возвеличивай кого? Взрослого или старшего. Наззив хизаака. Очисти или почисти твою обувь. Вот эти вот 8 примеров. Для чего они были нам приведены? Говорит Аль-Бахс. Исследование нашего урока. Если тебе задаст вопрос вопрощающий. Сказав. Где действующее лицо у каждого глагола из тех глаголов, которые приведены в наших примерах. Барака. Что сделал? Опустился на колени. Гаррадат. Щебечит. Поет. Янбаху. Лает. Тухсину. Хорошо готовит. Уриду. Хочу. Тачтагиду. Стараться. Нухиббу. Любим. Аззим. Возвеличивай. Наззив. Очищай. Как ты ему ответишь? То есть если тебя спросят. Где файль? Где действующее лицо у всех этих глаголов? Почему например в нашем предложении. Аль-Джемалю Барака. Верблюд опустился на колени. Вопрос. Где действующее лицо в этом предложении? Кто скажет? Верблюд здесь. Хоть он и производит действие в реальности. Но он не называется файлем с грамматической точки зрения. Но как он называется в этом предложении? Муптада. Про него говорят. Муптада. И где файль? Если тебя спросят. Где файль? Необходимо ответить. Говорит смотри. Если ты поразмышляешь немного. То ты сможешь ответить на этот вопрос. Потому что в каждом из этих глаголов. Есть местоимение. То есть скрыто в нем местоимение. Которое является действующим лицом. Но вместе с этим это местоимение не проявляется. Поэтому оно называется скрытым местоимением. А если ты посмотришь на два глагола прошедшего времени. А это глаголы. Барака. Опустился на колени. И чебечет. Ты увидишь то, что файль. То есть действующее лицо. В данном случае местоимение. В тагдиру угуа. Которое предполагается как он. То есть аль джемалю барака. Он. Верблюд. Он. Опустился на колени. И яуду аль джемаль. Которое возвращается к верблюду. Фельфиалил ауоль. В первом глаголе. В тагдиру угуа. И его предположение она. И яуду аль хамамы. Которое возвращается на самку голубя. Фельфиалил сани. Во втором глаголе. Гаррадад. Она щебечет. Щебечет. Кто щебечет? Она. То есть возвращается к самке кого? Хамамы. То есть голубя. Далее говорит. И ты говорит. Если посмотришь все любые примеры в арабском языке. То увидишь, что скрытое местоимение в прошедшем времени не бывает кроме этого. Либо он, либо она. Скрытое местоимение в прошедшем времени бывает либо он, либо она. Почему? Потому что если будет ты, то оно уже не будет скрытым. Как например фааль ту. Я сделал. Здесь уже ту местоимение не мустатер. А какое местоимение, которое называется муттасыль. Поэтому в арабском языке скрытое местоимение в глаголах прошедшего времени может быть только двух видов. Либо он, либо она. Вот это запомнили или нет? Далее говорит. А если ты посмотришь на глаголы настоящего времени. То есть в наших примерах. Аль-Латифель амфеля ас-сабика. В наших прошлых примерах. Ра-эта-тагдир аббамир аль-мустатир. Фикул ли фи'алин. Ты увидишь то, что предположение скрытого местоимения в каждом из этих глаголов. И ах-талифу бейхтиляв суруф аль-мударя. Разница в зависимости от того, на какую букву начинается глагол настоящего времени. То есть как это понять? Если я говорю Актубу. Я пишу. Соответственно местоимение. Скрытое какое будет предполагаемое Я. Если ты скажешь уже не Актубу, а Яктубу. Получится он. Он пишет. Если ты скажешь ТАктубу, получится ты пишешь. Если ты скажешь Нактубу, получится мы пишем. И так далее. Видишь? Зависит от того, на какую букву начинается глагол настоящего времени. И от этого зависит уже то, какое местоимение скрыто в этом глаголе. Говорит. Фальфаэл аль-мустатир фильмабду белья. Если мы посмотрим глагол, который аль-мабду белья, то есть начинается на Я. То какое файль, какое действующее лицо скрыто. Мислю янбаху тагдиругу. Как например в глаголе янбаху. Он лаят. В тагдиругу получается то, что местоимение скрыто он. А если слово начинается на ТА женского рода, то тагдиругия, то получится, что скрытое местоимение АНА. А если слово начинается на Хамза, как например Уриду, то будет тагдир, предположение глагола, предположение местоимения Я. Если глагол начинается на НУН, то предположение, что мы. А если глагол начинается на ТА обращение, как например ТУХИБУ или тому подобное, то получится то, что скрытое местоимение Ты. Значит в этих глаголах, которые являются глаголами настоящего времени, какие скрываются местоимения, могут скрываться местоимения самые различные. Он, она, ты, мы и тому подобное. Говорит, А если ты посмотришь на наши примеры, то есть на два последних предложения, в которых пришел глагол приказной формы, АЗЗИМ, УАНАЗЗИВ, то есть возвеличивай или очищай, Ты увидишь то, что действующее лицо в этих приказных глаголах всегда один или одно скрытое местоимение. Какое? АНТА. Ты. То есть не бывает ничего другого. Если будет что-то другое, то местоимение уже не будет скрытым, будет каким? Явным. Говорит АЛХАИДА. Теперь запомним правило после нашего урока. Смотри. АДДАМИРУЛЬМУСТАТИР УАДАМИРУН ИТТАСАЛА БЕЛФИАЛЬ МИНГАЙРИАН ИЛАРАХИЛЛАВЛИ. Что такое скрытое местоимение? Скрытое местоимение, это говорит такое местоимение, которое слилось с глаголом и при этом не выявилось явно. То есть оно есть в глаголе, слито вместе с глаголом, но явно не выделяется. Этим отличается Аддамир АЛЬМУСТАТИР от АДДАМИРА КАКОГО АЛЬМУТАСАЛЬ. АДДАМИР АЛЬМУТАСАЛЬ тоже слит с глаголом, но он явный, видный, ту, на и тому подобное. А здесь АДДАМИР АЛЬМУСТАТИР тоже слит глаголом, но не виден, не явен. Далее. Что касается скрытого местоимения в глаголах прошедшего времени, то оно бывает либо в предположении «он» или «она». Говорит Абдамир а что касается скрытого местоимения в глаголах настоящего времени, то местоимение скрытое может меняться в зависимости от того, на какую букву начинается глагол. Если я говорю «актубу», значит «я». Если говорю «тактубу» значит «ты», если говорю «нактубу» значит «мы» и так далее. Говорит и последнее «абдамиру ль-мастатир фифиал ль-амар тахдиру анта да иман». А если местоимение скрыто в приказном глаголе, то предположение твоего местоимения всегда «ты». И не бывает ничего другого. Почему? Потому что если будет, например, «вы», «наззи фу», здесь уже что? Выделяется «вау», «дамир муттасль», получается какой? «вау», «твау ль-джамаа». А если «дамир» скрыт, местоимение скрыто, то оно не может быть ничем иным, кроме как «ты» мужского рода анта. И даже женского рода будет как «наззи фи», выделяется «яй» аль-мухатаба. Это уже будет каким? «дамир» аль-муттасль». Значит, «дамир мустатир» бывает только вот этих видов. В прошедшем времени только «гуагия», при казном глаголе только «анта». А что касается настоящего времени, глагола настоящего времени, то могут быть предполагаемые местоимения, скрытые различными, в зависимости от того, на какую букву начинается предложение. Тамринат упражнения после нашего урока. Говорит, первое упражнение «анта тукримуни», предложение «анта тукримуни». Как перевести «анта тукримуни»? «Ты оказываешь мне икрама», «ты оказываешь мне почет». Говорит «ма ада дудбамайр аль-латифи азил джумля». Сколько? Какое количество местоимений в этом небольшом предложении? «Вама анвауга» и каких они видов? «Вама махалюга минал араб». И какое место в арабе эти местоимения занимают? Так, «анта тукримуни». Какое здесь местоимение первое? «анта». Что это за местоимение? Мунфасль занимает место какое? Место рафа, так или нет? Потому что является в данном случае муптада. Анта тукримуни. Является муптада, занимает место рафа. Говорим мы про него морфо или говорим фи махалли раф. Как сказать? Фи махалли раф. Почему фи махалли раф говорим, а не морфо? Потому что анта является местоимением, а местоимение есть мабният. Поэтому про это говорится, про это местоимение мабниятал фатх. Говорит Тукримуни. Второе слово в этом предложении. Сколько в нем местоимений? Вообще местоимений какие-то есть или нет? Первое. Дамир муттасль. Яй. Как если ты скажешь. Нафаани. Принесла мне пользу эту книгу. Эта книга. Атани. Дал мне человек. Аль-Китаба. Эту книгу. И так далее. Здесь то же самое. Тукримуни. Ты оказал почет мне. В данном случае яй является местоимением. Как ты сказал? Какое это местоимение? Муттасль нам. Муттасль. Почему? Потому что оно не мустатер. Оно видно. Его видно. Называется муттасль. То есть приписанное глаголу. Теперь вопрос. Какое место и араба оно занимает в этом предложении? Фимахалли раф. Насп. Или джар. Или что сказать? Фимахалли насп. Почему фимахалли насп? Яуль мутакаллим. И что дальше яуль мутакаллим? Мафуль бигнам. Тукримуни. Ты оказываешь почет мне. То есть на меня падает в данном случае действие. Так. Слове тукримуни. Еще какое-то местоимение есть или нет? В Домир мустатер нам есть скрытый глагол. Торг 새로운 какое его предположение? Анто. Анто тукримуни. То есть анто тукримуни. Почему мы нуждаемся здесь в Домир мустатер? А не скажем просто анто является файлем и все. Почему? Потому что анто в данном случае не является файлем, а является муптада. Правильно или нет? Правильно. Значит раз анто является здесь муптада, то в этом предложении должен быть файл. Должно быть действующее лицо. То есть есть глагол тукримуни, есть мофруль бигнам на кого падает действие на меня. И должен быть фаэль. Кто это действие производит? Мы говорим слово «анта» местоимение. Мунфасль не может быть здесь фаэлем. Почему? Потому что перед ним не пришел глагол. И он является муктада. Как мы говорили, одним из условий фаэля является то, чтобы глагол его пришел, или действие его пришло перед ним. Соответственно, этот фаэль, это действующее лицо является скрытым в этом слове. Тукримуни. И его предположение какое? Анта. Анта тукримуни. Теперь второе упражнение. Говорит. Говорит. Какие скрытые местоимения есть в следующих предложениях? Обредли их. Смотри. Ашурты якбиду аля лиссы. Теперь вопрос. Глагол якбиду. Какое местоимение мустатир в нем заключено? Хуа. Ашурты хуа якбиду аля лисс. Он. Далее. Ассаату даккат салатан. Как перевести? Часы пробили трижды. Теперь здесь глагол даккат. Какое местоимение мустатир в нем скрыто? Хия. Нам часы в женском роде. И соответственно действие тоже будет в женском роде. Далее. Анджиз аль ваада. Исполнил, выполнил обещание. Таев. Глагол анджиз. Во-первых, каким глаголом является? Малдам ударя или амр. Является фи аль амр. Какое в нем скрытое местоимение есть? Анта. Анджиз аль ваада. Ты выполни обещание. Далее. Нахну нарфау шан мадра сатина. Как перевести? Поднимаем дело нашей школы. Мы поднимаем дело нашей школы. Таев. Здесь глагол нарфау. Какое-то местоимение скрытое в нем есть или нет? Нахну нам. Подразумевается местоимение нахну. Почему мы говорим, что это местоимение есть, подразумевается? И так нахну написано впереди. Почему оно еще должно подразумеваться в глаголе? Кто скажет? И так уже есть. Нахну нарфау. Зачем мы говорим нахну нарфау нахну? Почему? Потому что если мы его не будем подразумевать, и оно не будет в этом глаголе содержаться, то это предложение останется без файля. А предложение глагольное не может быть без файля. Что касается нахну впереди, то оно не является файлем, а является муптада. Как мы разбирали это немного выше. Далее. Зейнаб хорошо украшает или хорошо вышивает. Вопрос тудиду. Какое местоимение в нем скрыто? Ие. Нам. Далее. Она. Ухиббу анниля. Как перевести ухиббу анниля? Я люблю реку Нил. Теперь вопрос. Глагол ухиббу. Какое в себе содержит местоимение? Она. Далее. Ла ташраб у анта таибун. Не пей тогда, когда ты, тайб, уставший. То есть после бега, например, сразу не пей. Подожди немного, отдохни, отдышись и только потом пей. Как известно, пить в состоянии усталости является нежелательным, является вредным для организма. Тайб. Теперь глагол ташраб. Какое в себе содержит местоимение? Ла ташраб анта. Почему? Потому что это фияль амр. Оно всегда содержит в себе местоимение анта. Поезд прибыл в свое обещанное время. То есть свое по расписанию. Теперь вопрос. Глагол кадима. Какое в себе содержит местоимение? Хуа. Поезд. Он. Прибыл в нужное время. Далее. Теперь третье упражнение. Говорит. Преврати глаголы прошедшего времени в следующих предложениях в глаголы настоящего времени. Уа. Айин. Аль. Фа. Аль. Фикули. Джумля. Ба. Дат. Тахуин. И. А. Предли. Фа. Аль. То есть действующее лицо в каждом предложении после перевода. То есть после того, как ты переведешь состояние прошедшего времени на настоящее время. Смотри, первое предложение. Я услышал зуб. Теперь преврати это предложение в настоящее время. Как сказать? Теперь вопрос. В глаголе «асмару» какой содержится файл? Далее. Теперь «загабна илальманзилик». Мы пошли к дому. Теперь сделай так, чтобы это предложение было в настоящем времени. Какой содержится в нем, Дамир Мустатир? Раттапта дурдяка. Ты привел в порядок свою полку. Теперь сделай так, чтобы оно было в настоящем времени. Как сказать? Турадтибу дарджека. Ты приводишь в порядок твою полку. Турадтибу. Какой Дамир Мустатир в нем скрыт? Анта. Далее. Аль-осфуру тара минал-кафаси. Птичка улетела минал-кафаси. Из клетки. Теперь сделай так, чтобы она сейчас улетала из клетки. На данный момент улетает. Как будет? Аль-осфуру ятыру минал-кафаси. Птица улетает из клетки. Так ятыру. Какой содержится Дамир Мустатир? Куа. Он с фургуа. Далее. Аддаджадяту балбат. Курочка снесла яйцо. Балбат. В прошлом времени. Теперь сделай так, чтобы она в настоящем времени сносила яйцо. Аддаджадяту табилу нам. Какое местоимение скрыто в этом глаголе табилу? Хия. Все правильно. Она, курица. Дальше. Ваддана аль мусайфера. Здесь должно быть дождит над буквой даль, а не над буквой нун. У нас произошла опечатка. Ваддана аль мусайфера. Мы попрощались с кем? С мусайфером. Теперь сделай так, чтобы ты сейчас прощался с мусайфером. Как сказать? Нуаддиру. Нуаддиру аль мусайфера. Какое местоимение скрыто в этом предложении или в этом слое? Нуаддиру. Нахну. Далее. Теперь следующее упражнение. Четвертое. Говорит. Кауин хамса джумаль. Придумай пять предложений или состав пять предложений. Таштэмилю кулла ваахидатин минга. Так, чтобы каждое это предложение содержало в себе. Алабамир мусатир. Какое-то скрытое местоимение. Маи стиха джами аббамир аль мусатир. И так, чтобы в этих пяти предложениях были все местоимения скрытые. Знаешь, скрытых местоимений у нас может быть сколько? Может быть гуа или гия. Это если местоимение связано с глаголом прошедшего времени. Может быть различным, как анта, анти и так далее, если связано с глаголом настоящего времени. И может быть предполагаемым, как анта, если приходит глагол приказной. Теперь придумай первое предложение, чтобы в нем был приказной глагол. Как сказать? Куль биоминик. Ешь правой рукой. В данном случае куль содержит в себе какое местоимение? Анта. Всегда. Фиал Амр всегда содержит в себе местоимение Анта. Теперь сделай так, чтобы было предложение с прошедшим временем. Как сказать? Мухаммад отправился к дому. Заба содержит в себе местоимение? Хуа. А если ты скажешь Заба Мухаммаду или Аль-Бейти? Тогда предложение уже здесь не требуется. Чего? Скрытого местоимения. Говоришь Мухаммад. Фаиль. И все. Теперь сделай так, чтобы было Хия. Она. Как сказать? Амина отправилась к дому. Теперь сделай так, чтобы было предложение с настоящим временем. С глаголом настоящего времени. Как сказать? Все правильно. Мухаммад совершает поясной поклон в намазе. Нахну нуриду аннатуба л'ильма. Нам. Нуриду тоже содержит в себе местоимение Нахну. И тому подобное предложение. Теперь пятое упражнение говорит Тамринун фили-Ираб. Упражнение в грамматическом разборе. На музыч. Пример этого. Ахфазу аль-Джамиля. Как перевести Ахфазу аль-Джамиля? Здесь не выучил. Здесь имеется ввиду. Сохранил. Хафиза и Ахфазу. Сохранять. Ахфазу аль-Джамиля. Я сохранил. Красивое. Ахфазу. Как сделать Ираб слово Ахфазу? Смотрим внимательно. Говорит Ахфазу. Феалюн мударя. Глагол настоящего времени. Морфо габбамма. Он в состоянии морфо. На конце его бамма. Аль-Фаэлю. Бамир мустатир. Говорит. А какой фаэль в этом предложении? Какое действующее лицо? Говорит Бамир мустатир. Местоимение скрытое. Тахдиру она. Его предположение какое она? Я. Я сохранил. Красивое. Значит вот так разбирается глагол настоящего времени. В котором скрыт Дамир мустатир. Скрытое местоимение. Далее. Теперь Аль-Джамиля. Как разобрать Аль-Джамиля? Так же очень легко. Говорит Мафу-Люн-Бе. То на что падает действие. Мансуб. В состоянии назба. Бель-Фатха. В конце его Фатха. Теперь Аариб маяти. Сам сделай араб тех предложений которые приходят далее. Таау-Уид ас-Сытка. То есть приучись правде. Приучись правде. Это глагол Амар. Как разобрать предложение? Таау-Уид ас-Сытка. Таау-Уид феал Амар. Мабни аля сукуд. Какой это Дамир мустатир есть в нем или нет? Как говорим про фаэль в данном случае? Дамир мустатир. Тахдиру анта. Теперь ас-Сытка. Как разобрать слово ас-Сытка? Мафу-Люн-Бе. Соответственно раз мафу-Люн-Бе, значит в каком состоянии? Мансуб. Бель-Фатха. Теперь далее. Мы оказываем помощь скорбящим. Какой араб делаем нугису? Феал-Мудари. Марфу-Бель-Дамма. Вальфаэль Дамир мустатир. Тахдиру аннахну. Дальше аль-Малхуфа. Мафу-Люн-Бе. Мансуб. Бель-Фатха. То есть на конце стоит Фатха. Далее. Теперь убаджилю Аль-Мудар-Рисина. Как сделать араб убаджилю Аль-Мудар-Рисина? Как переводится во-первых? Я оказываю почет преподавателям. Убаджилю. Какой араб? Феал-Мудар-Рисина. Как сделать араб? Мафу-Люн-Бе. Мансуб. Бель-Фатха. Мансуб. Бель-Фатха. Потому что он является Мазаккар-Салим. Субханакаллаху. Махамдик. Ашшадаллах. Иллях. Иллянта. Астагфираллаху. Атуб. Иллих.